так дорогие друзья вот в этой работе мы переходим к некоторым таким нюансом когда нужно понимать это одновременно и трение у нас и разминание растирание такое уже глубоко поэтому если мы просто трем чем ближе руки внутренние что передает тепло до мы хотим согреть чтобы покраснение было определенное в основном это поверхностно слои до с разминанием уходим в глубокие слои до в более следующем этапе мы будем уже заходить уже еще на большую глубину да но пока у нас этот этапчик идет и сейчас самое сложное и интересное именно в нюансах все делая как говорится в нюансах если поверхность как бы спасите нигде да вот особо да то у нас растирание это просто ближе друг другу чем они ближе тем больше трение больше тепла передает чувствуется вот можно добавить вообще все рукой то есть зависит от мизинца до локтя если мы это делаем на мягкую сейчас как мы можем если вы просто так медленно да то это получается что разминание а нам же надо со стиранием со стиранием до стрением то есть маленький большой но звук такой слышно возрасте не группа на плавать можно вообще занимался так вот сразу тепло чувствую ждать пошло я прям чувствую тоже нагрелась на градус на один на два больше не тут вот еще раз нюанс есть когда мы работаем локтями до заденем и если мы свои костяшки его кости да ну конечно это будет больно да поэтому не по костям по мягким камерам во первых у нас две кости могут выступать вот тут и крестца во вторых асистые отростки их вообще ни в коем случае не задеваем да ну может выступать какой-нибудь уголок лопатки этот либо это да но в принципе по лопатке не больно да а сам основной это позвоночник поэтому когда вы вот так и скользить и вы стараетесь чтобы вас угол проходил не касаясь по касательно не касается свиста труски просто есть такие люди которых они там убирают уходы этому девушку обычно бывает поэтому старайся также мимо и соответственно здесь вот кольцевые движения это же у нас здесь разминание идет вдоль паровертибральной мышцы это движение она же еще и плюс вибрация от этого получается вот мы же одновременно и позвоночник видите немножко вот раскачиваем все там рукой чуть-чуть подкачу позвоночник вот дело в том что посмотрите вот если запускаю в расу так что он скачается плохо чтобы не касался вот видите когда я запускаю в расу вес позвоночник вам идет вот так вот как змея и это хорошо это правильно у здорового должен быть так потому что у нездорового где-то будет блок блокады запах там спазм да если он где-то есть проблемка то соответственно до туда идет движение продемонстировать и видим доходы доходит обычно тогда вот здорово не даже до пятки может заказать вот соответственно если волна есть это здорово человек можно придется все время со змеями сравнивать данным что значит как змея что он должен такой быть ему этого змея запускаем и одновременно кроме пальцев прижимаем и чуть-чуть его самого видите раскачивать это выходит движение ведь я задал а потом подхлёстываю эту войну волну и продолжаю в том же духе понятия имя ритм не сбивается там до в том же духе поэтому погрел за одну и смотрю на заднюю часть . насколько она отсюда до сюда доходит волна до отсюда до сюда вот вот к случаю про змей знаете как пьяный змея ползает до трезвая змея начну вот так вот вот ну пожалуй с этой частью с этими нюансами мы закончим основные нюансы вы узнаете только тогда когда придется реально на тренинге реально попробовать это все в натуре отработать на своих руках навыки запущены в жизни